МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горожане объединяются в ТОСы. Десногорцы выбрали для благоустройства парковую зону. Сводка криминальной обстановки в городе. В этот раз же тут почти все из Десногорска, но все равно это нам не помешает. Мы приехали набираться опыта. Турнир по баскетболу «Весенняя копель». А сейчас об этих и других событиях подробнее. Территориальное общественное самоуправление – далеко не новая форма участия собственников жилья. Все нормативно-правовые акты были приняты в Десногорске 10 лет назад и преспокойно лежали под сукном до нынешнего времени. Что сейчас изменилось, мы расскажем в нашем первом сюжете. 29 марта в администрации прошло общественное заседание, посвященное созданию в Десногорске территориального общественного самоуправления. Это не новая форма управления. Примеров по России достаточно много. В нашем городе не уделили в свое время этому вопросу должное внимание. А между тем такая форма самоуправления позволяет горожанам привлекать дополнительные средства для благоустройства и развития своей территории. Три, наверное, большие пользы следует определить от территориального общественного самоуправления. Это, во-первых, консолидация актива, муниципального образования города и его конструктивного взаимодействия с органами местного самоуправления. Это решение насущных проблем по возможности каждого жителя, но хотя бы каждого двора. И это привлечение финансирования. Для этого необходима активная инициатива от собственников жилья. Пока активность наших горожан ограничивалась жалобами и претензиями в адрес администрации, коммунальщиков и подрядчиков. Всегда побеждала иждивенческая политика. Я сказал, а вы должны. Руководители муниципалитета уже сами идут навстречу собственников и гарантируют им всяческую пошаговую помощь в создании ТОСа. Глава постарался донести до собравшихся те преимущества, которые дадут горожанам создание на их территориях ТОСов. Территориальное общественное самоуправление не подменяет ни в коей мере ни одну управляющую организацию или другую организацию. Там находятся люди инициативные, которые заинтересованы в развитии нашего города и наших территорий. Чтобы через данное территориальное общественное самоуправление мы могли привести в город средства на развитие культуры, благоустройства и других ряд вопросов, которые сейчас существуют. Как пример модели он привел опыт взаимодействия между муниципалитетом и ТОСами в городе Урюпинск, Волгоградской области. С 2006 года ТОСы привлекли в город почти 150 миллионов рублей, участвуя в федеральных программах и конкурсах. По итогам встречи два жилых дома решились организовать ТОСы. Это третий дом первого микрорайона и дом номер 13 второго микрорайона. На их примере наш город должен увидеть, как будут работать ТОСы. На базе отдыха в Приживальском проходила вторая профильная смена юноармейцев. В этом году на сборы приехало более 200 ребят со всех районов области. Этот детский лагерь юноармии включает в себя не только военное, но и творческое развитие ребят. Двухнедельные сборы юноармии проходят уже во второй раз. Организаторы стараются максимально разнообразить план мероприятий. Школьники могут сдать нормативы комплекса ГТО, принять участие в квестах, спартакиаде и военно-тактических играх. Наши десногорские ребята тоже приняли участие в мероприятии. В 2018 году Десногорск впервые принял участие в проекте «Комфортная городская среда». Из федерального и областного бюджета город получит 10 миллионов рублей. Мы расскажем вам, как проходило голосование и какую территорию выбрали десногорцы. В течение двух месяцев в социальных сетях и на сайте администрации Десногорска проходило открытое голосование. Горожане выбирали общественную территорию для благоустройства в этом году. Было предложено четыре территории – парковая зона между первым и вторым микрорайонами, парковая зона рядом с храмом Стефана Великопермского, пешеходная дорожка между школами и детскими садами в третьем микрорайоне и территория городского пляжа. Голосование проходило в три этапа. Два первых были организованы в режиме онлайн на площадках в интернете. Заключительный этап проходил в день выборов президента Российской Федерации. И любой десногорец мог принять участие во всех трех этапах. При подведении итогов комиссия насчитала в общей сложности более 32 тысяч голосов. 46% – за парковую зону в первом и втором микрорайонах, 24% – за пешеходную дорожку в третьем микрорайоне, 17% – получила парковая территория около храма, 13% – получила территория пляжа. В 2018 году будет благоустраиваться территория парка рядом с площадью администрации Десногорска. Благоустройство парка будет выдержано в архитектурном стиле площади. Добавятся две пешеходные дорожки и тротуар вдоль домов номер 26, 27, 28, которые будут покрыты плиткой. Реконструируют освещение и заменят бордюры. Остальные общественные территории будут благоустроены в период до 2022 года. 30 марта около 7 вечера перед Десногорском произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали три автомобиля. По сообщению регионального управления ГИБДД, 43-летняя водитель Ниссан Тиана выехала навстречу, как следствие столкновения с Хюндай Соляри, за рулем которого находилась 31-летняя автоледи. И третье столкновение – Ниссан Тиидо, которым управлял 37-летний мужчина. За помощью к медикам обратились трое пострадавших – это два пассажира и водитель Ниссан Тиана. О том, что еще произошло за минувшую неделю в Десногорске, нам расскажет сотрудник полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 122 сообщения о происшествиях, из них 5 – сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 77 административных правонарушений, в том числе 70 нарушений правил дорожного движения. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к ответственности привлечены 5 человек. В Десногорске продолжается борьба с нарушителями тишины. 27 марта состоялось заседание административной комиссии, на котором было рассмотрено 11 протоколов по статье 27 областного закона «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время». По решению комиссии, пятеро нарушителей получили предупреждение. А те, кто не пришел или часто нарушают областное законодательство, заплатят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. И в завершении выпуска немного о спорте. 30 и 31 марта в нашем городе проходил турнир по баскетболу «Весенняя копель». Кто в нем принял участие и стал победителем, вы узнаете из нашего последнего сюжета. В турнире, который теперь будет ежегодным, приняли участие три команды мальчиков из Десногорска и одна из Красногорска Московской области. В соревнованиях участвовали дети 2004 года рождения. Команда было немного, но это не помешало турниру быть интересным и динамичным. Наши ребята активно боролись, проявляя спортивный характер. Цель везде одна, соревнования. Для детей, чтобы играли, учились. В принципе, сам наш процесс. То есть, тренируемся не в стол, не ради тренировок, а тренировались, научились, чтобы начать соревнования, опробовали. Разобрали ошибки, тренируемся дальше. Мы уже здесь во второй раз. Первый раз мы были здесь осенью, заняли четвертое место. Когда мы были здесь в первый раз, тут было больше городов и были из разных частей России. В этот раз же тут почти все из Десногорска, но все равно это нам не помешает. Мы приехали набираться опыта. За первое место боролись мальчики из Десногорска и Красногорска. В упорной борьбе выиграли десногорцы. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова